14.30 минут, это белорусская радио, первый национальный канал, короткий номер для СМС-106.2 Хочу долучаться до нашего промого эфира, тем более, что сейчас у нашей студии гости. Это ведомость родная спеварка ЮНЕШ и опер-менеджер Вольга Туньк. Она на наших валях спевает ЮНЕШ. Ну хорошо, я забегу там, забегу. Андрей, тебя вообще не видно, ты как уехал. А вот так. А сейчас я просто подвинула камеру, тогда Яна не видно. Выбирайте, кто будет звезда в этом эфире. Нет. Девушки будут звездами. Ну тогда вот так, я чуть-чуть подвинула, чтобы ты был. Хорошо. Первый национальный канал Белорусской радио. Алло, здравствуйте, вы победитель нашей викторины Белорусской радио, беспокоит вас. Как вас зовут? Геннадий, откуда вы Геннадий? От Руссии, да. А кем вы работаете? Главитик, хорошо, для вас получит хорошее впечатление в исполнении Геннеш. Так, поздравляем. Порядок. Он выиграл в письме. Не вполне видно. Да, ну, привет, передавим, поздравим. Как, кто-то, кто-то, кого? Я уже только ты сошла. Геннадий с другими кошельщиками. Это в конце будет, когда мы будем подводить итоги викторины, да. И, кстати, у вас, Косин, давно ли учились, давно ли подкладывали под пятку что-то. Что подкладывали под пятку? Да. Точно ничего не подкладывали. Не подкладывала кнопку. Вот Олечка расскажет, она у нас еще не подкладывала. Зря, она была подкладываться. Я вроде бы не училась, но хорошо, да? Я просто училась. Тоже хорошо. Ну, что звучит? Кроме концерта. Девушки, они почти соны выvillят. Она же же сожHere очень быстро вернула. Да, онаplicает джargent. Можешь прав comma. Мы же любим сонным концертом. Нужно правильно 사람이, в том том, что они работают, 줘. Да. Ну что, мы готовы? Что ж, со строка мы в нашей студии ЮНЕШ и айпиар-менеджера Вольгу Туник. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Давно не виделись, да? Да, мы с вами, Яночка, сколько не виделись в Саверной. Очень давно. Больше года, да? Да. Как ребёночек растёт, расскажи. Как его назвали? Ребёночек растёт хорошо. Ему уже 9 месяцев. Очень активный. Наш папа заграничный, знаете, из Турции, поэтому мы выбирали ему имя очень долго. И все имена, которые предлагал мой муж, меня настораживало, потому что очень такие сложные имена турецкие. Хотя... Но ведь они же ещё и со значением все. Да, со значением, но хотя я сама азербайджанка, и в принципе в Азербайджане также имена, скажем так, созвучны с турецкими именами. Ну вот, я хотела назвать своего ребёночка Денис. Денис? Да, по-белорусски Денис, и по-турецки, по-азербайджански Денис – это море. Но мой муж предпочёл, чтобы впереди ещё так, Гёк Денис. Я говорю, почему Гёк Денис? Потому что, говорит, это Небесное море. И вот наш ребёночек. Его зовут... Сколько смысла зовут? Небесное море, да. В каждом-то имени, правда? Небесное море. А юнаш как переводится? Юнаш переводится как солнце. С азербайджанской и советской. То есть небесное море и солнце. Солнце. Прекрасно. Прекрасное дополнение. А что нового ещё? Что нового? Я вернулась... Активно влилась в творческую жизнь. Я вернулась на сцену. Мы активно гастролируем по нашей стране. Уже прошли несколько сольных концертов. И впереди вот ожидаются концерты 24-го в Полоцке, 29-го в Жлобине. И, конечно же, для меня очень волнительный момент, потому что в Минске мы давно не выступали. Выступали, но не с сольной программой. И 31-го мая в ДК МАЗ пройдёт моя сольная программа, юбилейная сольная программа, где будут звучать уже песни прошлых лет, где прозвучат песни премьеры зарубежных авторов. Ну и, конечно же, будет белорусский блог, где будут мои белорусские песни на белорусском языке. Это песни Фёдора Жиляка, это мой первый наставник, скажем, с которого всё начиналось, потому что я певица всё-таки, наверное, конкурсная. Я так начинала, и все мои конкурсные песни были практически все, были на белорусском языке. Представляя нашу страну за рубежом, я принципиально пела песни на белорусском языке. И также будет блок «Восточный», естественно, так как меня называют «Белорусская дочь Востока». И, естественно, «Восточные песни» также будут звучать, и «Восточные танцы». Театр танца «Гарим Шоу» под руководством чемпионки мира «Ясмин» по «Восточному танцу». Будут интересные эстрадные номера. Также мы увидим от очаровательной «Ясмин» и «Фламенко» потрясающий танец, ну, танго, всё. То есть будет смешение стилей, и, конечно, я буду исполнять песни на разных языках. На азербайджанском будет песня «Айрлык», что в периоде с азербайджанского расставания. Эту песню уже многие знают, белорусские слушатели, да. Будет немножко в другой обработке песня. Ну, и, конечно же, не обойдется без турецкого языка, так как я Беларусь представляла на конкурсе «Турквижн» в 2013 году. Я заняла второе почетное место, и в прошлом году меня пригласили в качестве главного члена жюри от Беларуси. И в этом же году также я буду участвовать как жюри и как исполнительница из Беларуси. Здорово! И почему на турецком языке? Ну, формат конкурса, все участники, которые участвуют в этом конкурсе, должны исполнять песни на турецком языке. И, конечно, Беларусь, вот мы, наша команда, успешно представили нашу страну. Геноша, сколько языков ты знаешь? Русский, белорусский. Русский, белорусский, ну, азербайджанский, турецкий. Ну, турецкий уже как бы в совершенстве, потому что мой супруг из Турции, и вот пришлось выучить этот язык. А он русский выучил уже? Он, ну, как вам сказать, очень плохо он говорит по-русски, но старается, сложно дается ему русский язык. Вот поэтому я говорю. Ну, со временем придет. Ну, не знаю, как придет, может быть, потому что мы творческие люди, у нас слух хороший, да, и на слух, как бы, в принципе, легче запоминаются слова. И когда вот я в Турции, общаясь на турецком, бывало такие моменты, что даже турки, как вы турчанка, нет, я из Белоруссии, я азербайджанка, но вот я из Белоруссии, даже в меня не верят, как вы же так прекрасно говорите по-турецки. Вот, поэтому я говорю мужу, смотри. Так что изучай наш, вообще, как бы, в принципе. Бери пример с меня. Да. Что ж, давайте музыкальную пакту сделаем. Давайте послушаем песню в исполнении Гюнеш. Так, а следующая песня прозвучит на английском языке Fantastic Girls, которую я пробовала в Евровидении, да. Слушаем. Нет, так хорошо, хорошо, да. Нет, вам больше нету. А, ну скажите, здравствуйте, тебе же вываливали. Да, я вам позорвалась. И скажи, и до свидания скажу. Кстати, послушай, ты в предложении про relax.ru я скажу. А можно, да, потому что по вся нашу информацию о фишах, да? Можно? Вот ты об этом и скажи. Кстати, я по-моему, 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 ты на задушу. Это человек? Как говорил карабас барабас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, давно вы в таком тандеме работаете? Как нашли друг друга? Понимаете, с полуслова, да? Сколько? Ну, наверное, уже 7 лет Не надоели друг другу, нет? Ну, мы не задумывались пока Точно не надоели Ну, дело в том, что мы с Олечкой познакомились Очень случайно, очень интересно Это, по-моему, да, по интернету Ну, ты в то время работала? Я работала с певицей Герой на то время То есть у неё, да Ну, и вот когда мы познакомились с Генеш В тот момент я как раз вот была в поиске артиста Вот, а я была в поиске хорошего администратора, помощника И Олечка до сих пор мне помогает во всём Она не только мой менеджер Она, ну, скажем так, и как моя лучшая подруга Скажем, мы всегда с ней вместе Мои мужи даже иногда говорят Что-то опять с Олечкой Мы же только что были на концерте вместе Только что расстались И вот мы с Олей обсуждаем все темы И жизненные, и концерт, и творческие Ну, всё, мы вместе Концертных тем, в общем-то, это работа И, наверное, Генеш может позвонить и среди ночи Или не бывало такого? Бывало Бывало? Неоднократно И как к этому ты относишься? Абсолютно нормально Потому что, ну, все должны понимать Что мы работаем в такой сфере В которой, в принципе, выходных практически не бывает Душа должна трудиться Генеш – это творческая личность Ну, расскажи Это не профессия, это жизнь Нет, расскажи, какая я Вспыльчивая иногда бывает, да? По-разному Генеш – очень требовательная Вот что я могу сказать Ну, это, наверное, такое качество настоящего артиста Потому что, если она не будет такой требовательной, щепетильной Самокритичной К каждой нотке, к каждому слову не относиться настолько трепетно То, я думаю, что ничего бы и не получилось в моей жизни А твоя профессия сложная? Твоя профессия, вот, Эрнель Жорк Да, сложная профессия? Ну, как вам сказать? Ну, конечно, да Это большая ответственность То есть Каждое слово Каждая публикация То есть Это информация, которую мы передаем Людям Наверное, тень Вот артиста Наверное, так можно сказать? Ну, даже не сказать Так не надо говорить Я имею в виду Всегда рядом И всегда подскажет в нужный момент Что сделать, как подсказать Ну, Олечка всегда со мной рядом И она Даже учитывая те моменты Чтобы в гримерке там Была вода Не газирована Не газирована Потому что Знает, что я люблю Как бы чистую Чтобы не холодная водичка была перед выступлением Даже этими делами занимается Олечка То есть Я думаю только о творчестве Как выйти на сцену И спеть хорошо свою песню Это здорово Да, кстати, вот по поводу концерта Оль, расскажи, пожалуйста Кроме В этом концерте Кто еще будет участвовать? Ведь, наверное, Генош одна Или справится Большая группа поддержки Или справится полностью Концертом сама Помимо хореографических коллективов У нас в концерте будет несколько гостей Это наш очень хороший друг Наш белорусский певец Шир Который в концерте исполнит песню Которая для него специально написала Генош Слова и музыку Вот это будет своеобразная премьера На нашем сольном концерте 31 мая в Декамаз Также будет участвовать молодой исполнитель Женя Веренич Он уже проявил себя за рубежом в Украине Он стал финалистом шоу «Х-фактор» популярного Также он участвовал в наших шоу «Академия талантов» И «Поющие города» на СТВ Вот как раз на кастинге Когда он пришел на кастинг этого проекта В городе Пинске Там его и заметила Генош Очень талантный парень Мне кажется, у него очень большое будущее И то, что он белорус Он жил долгое время, по-моему, в Эстонии Потом вернулся опять к нам в Минск Так что... Будет интересно, во всяком случае, конечно Генош, я вот, наверное, сейчас задам вопрос Который интересует всех женщин После рождения ребенка Вот сейчас Ты активно гастролируешь Активно участвуешь в певческой деятельности И при этом прекрасно выглядишь Ой, спасибо Рассказывай, как и что Как пришла в форму так быстро Как пришла в форму? Ну, еще не до конца я пришла в форму Я стараюсь Ну, я не знаю Наверное, меня окружают мои близкие, добрые люди Мама мне очень помогла и помогает Спасибо ей Мой супруг, который сейчас с малышом ждет маму Внизу в машине Да, в машине Маленький И слушает Передавай привет Да, если я даже передам привет ему Как-то он его сложно поймет Но все равно своему любимому мужу Я передаю привет Спасибо большое, что он всегда со мной рядом Когда Я помню По-моему, было три месяца Малышу И мы с моим мужем улетели в Турцию В Стамбул Где нас пригласили На выступление для министра экономики Турции Конечно, я не могла отказаться И с моим малышом Вот неделю была моя мамочка С маленьким малышом И сложно, конечно, сейчас оставлять своего ребеночка Потому что до рождения сына Я была свободной, скажем, женщиной Которая не думала А сейчас уже так Все-таки быть мамой Это, конечно Особая миссия Это здорово И я очень люблю своего сынулю И всячески буду, скажем, растить его так Чтобы он был счастливеньким, здоровеньким Ну, все, что я смогу ему дать Буду стараться Здорово Что ж, музыкальный пауз сделан Еще одну песню послушаем Послушаем песню Наверное, послушаем А, давайте на белорусском языке Послушаем песню Ой, пойду, я выйду Моя любимая Ой, пойду, я выйду Молодцы Молодцы Отлично, отлично Витя тоже решил в камеру Слушай, посмотри, пожалуйста Подожди, конечно Мне надо за 6 часов Просто подожать очень вприндень Чтобы это первое Да, я расслабляю Я уже перепужу Красиво А, в 3, да? Или в 3, да? В 3, 15 Хорошо, давай Хорошо, давай Ну, не знаю Ну, не знаю Ну, не знаю Это, наверное, совсем Да, мы можем вот эти Вот тут у нас получается Одно или два Это заканчивается Это на поздраве Это на последнем? Это 6 лет Да, решала Я думаю, мы сейчас Сразу же Я поставлю Эта песня заканчивается в 50 В 50 В 41 В 50 В 51 почти Предлагаю чуть-чуть поговорить И поставить еще одну песню После этого мы выходим На подведение итогов Вот и Гарина Еще девочку И прощаемся И финальную песню даем Хорошо, ну еще две песни Да, да, да Еще две песни Хм-хм-хм-хм Хм-хм-хм Так интересно белорусский язык С восточными нотами Необычно очень Я тогда не был, я тогда убежал, да У нас в пятницу Выставка средств массовой информации была И там как раз презентация была Радиоканалом Все В половину четвертой Так что с Кириллом Я на одного Размагалась Кто кого поведел Парень Девкие Продолжение следует Девятые Я знаю, что скоро состоится полёт в Баку. Что вы там будете делать? Состоится полёт в Баку. 1 июня, как раз после моего сольного концерта, мы полетим с азербайджанской делегацией. Мы, то есть азербайджанцы, проживающие в Беларуси, будем представлять нашу Беларусь на Всемирном съезде азербайджанцев с участием главы государства Азербайджана Ильхама Алиева. Лично пригласили. Пригласили. И я исполню несколько песен на азербайджанском. Конечно же, обязательно я спою песни на белорусском языке. И вот мы, скажем так, белорусские азербайджанцы... Наверное, неправильно, да? Мы как бы и сродились, и выросли... Азербайджанцы в Беларуси. Азербайджанцы в Беларуси. Ну, будем так представлять нашу Беларусь, как азербайджанцы в Азербайджане. Генюш, скажи, а вообще где интереснее для тебя гастролировать? В Беларуси или выезжать? Вы знаете, совершенно для меня нет какой разницы, потому что я всё-таки артистка, и я люблю петь для своего слушателя, зрителя. Главное, чтобы это нравилось зрителям. Я выступала в Турции, были аплодисменты. Я выступаю в наших маленьких городах Беларуси. Также тёплые аплодисменты. Мы выступаем за границей, в Азербайджане, и также меня хорошо принимают. Поэтому я такая артистка, скажем... Как правильно сказать? Которая любит выступать. Которая любит выступать, да. Это моя профессия. А мы, наверное, люди, которые... Любим слушать. Хорошие песни, да. И я предлагаю ещё одну песню в том исполнении. Наверное, давайте послушаем песню, которая называется «Хабиби». Эту песню я написала сама, и всё-таки восточные нотки, они мои родные. Поэтому вот песня «Хабиби» специально для вас. Слушаем. Ну и отлично. Мы как раз сейчас выходим на финальную песню. На сколько времени? У нас финальная 3.30. Это в 6.30 закончишь. Так сколько поговорить? 56.30 мы должны отдать эфир. Эта песня заканчивается в 50. 6.6. Ой. Ага, у вас уже времени нет. Уже нет. Да. То есть только подняться мысли есть, и как раз... А песня уже, да? Нет, мы сейчас делаем так. Сейчас на... Ты знаешь, песню где-то проигрыш там есть? А вы можете... Я увезти? Да. На проигрыш, и мы начинаем разговаривать. То есть подводим викторину. И девочке просто даем вопрос, давно ли они подкладывали в себе? Всяру под пятки что-то. Да. Поэтому ты, Яночка, скажешь про победителя, про нашего. Девочки скажут ему, что он молодец. Прощаемся. И мы прощаем, и прощаем всех. И дай им бить. Прощаемся. Интересно, этот человек все еще сидит там. Сейчас еще что? Не знаю. Пошел кушать. Да. Так, я это... Ага, он даже специально нам 5 копеек подкладывали. По-первых. Я бы ему подкладывал, когда... Куда поступал. По-моему. Нет, ну куда поступал. Куда поступал. Вот ты и расскажешь. Ну по-другому. Расскажешь. На коленках, да? На коленках, да? А ну что ж, 14.55. Я, по-моему, самое время подвести итоги. Подвести выники викторины. Было такое питание, что по народных предметах необходимо было покласти у туфлю для постпаховой издачи. И были такие варианты отказу. Монету, булаку, нитку. И правильный отказ. Что надо было подкладывать, кроме кнопок? Я даже не знаю. Я, в принципе, не суеверная. А можно говорить, что да? Конечно. Наверное, монетку, да? Да. Совершенно верно. У нас есть победитель Геннадий из Микашевича. Он работает водителем. Поздравляем. Будет песня в исполнении Геннадий для нашего победителя. Ольга, а вот ты что подкладывала, когда поступала? Или ничего? Я очень хорошо училась. Вы для меня открытие сегодня сделали. Я первый раз слышу про монетки. Серьезно? Надо, Оля, чтобы Оля еще раз следующее образование получала. Еще раз учиться. Еще раз учиться, да. И подкладывать монетки. Тем более монетки. После июля монетки у нас будут. Можно будет подкладывать. Хорошо. Так и сделаем. Ну что ж, Геннадий, предлагаю еще раз. Да. Где, когда концерт? Концерт 31 мая. ДК МАЗ. Приходите, пожалуйста. 12.00. Жду всех. И, наверное, последняя песня. Следующая песня называется «Останься». Кстати, Ольга написала текст. Олег Желтиков, композитор из Украины, написал музыку. И вот мы сейчас можем услышать, можно сказать даже как пример о песне «Останься». Интернационал в исполнении Геннадий, да? Спасибо. Успехов, удачного концерта. Спасибо. А у нас у Косяк были Юнеш и Вольга Тудик. Сябры, ну а мы с вами развитываемся. С вами были Яна Ходос, Андрей Синица. Счастливо. Счастливо.